Новый учебный год мы планируем начать в очном формате, но с некоторыми особенностями. Всего таких форматов обучения будет 4. Прежде всего, занятия по физической культуре и спорту можно будет посещать свободно. Кафедра физического воспитания разработает подробный порядок прохождения элективных дисциплин по физической культуре и спорту, а также дисциплины физическая культура для студентов в первом семестре предстоящего учебного года. Второй формат – традиционные практические занятия очные, когда преподаватели и студенты находятся в аудитории. Это же касается и лабораторных практикумов. Третий формат – лекции. Лекции будут проходить в смешанном режиме. У студентов будет право выбора – смотреть трансляцию лекции онлайн или находиться в аудитории, где одновременно эту лекцию ведет с трансляцией преподаватель. И, наконец, четвертый формат – это проведение лекционных занятий наиболее опытными преподавателями, которые попадают под категорию старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. Такие преподаватели будут проводить занятия из дома, а студенты также могут выбрать. Либо они слушают лекцию этого преподавателя из аудитории, но уже в аудитории им эту лекцию включают специально определенный для этого сотрудник или волонтер, или же из дома или из библиотеки. Будут значительно усилены меры безопасности. На входе будут обязательно измерять температуру у всех входящих в корпуса университета. Мы обязаны будем выполнить предписание Роспотребнадзора в части создания таких условий, чтобы студенты не скапливались в общественных местах, в коридорах, на входе в университет и возле гардероба. Поэтому в аудиториях общего назначения, предназначенных для проведения практических занятий, появятся крючки для одежды наших студентов. На входе будет производиться термометрия, то есть будет измеряться температура и студенты, которые или сотрудники, преподаватели, гости, у которых будет отмечаться повышенная температура, будут сразу же изолироваться и с ними будут проводиться предписанные мероприятия. В-третьих, во всех корпусах, в местах общего пользования, будут работать приборы обеззараживания. Ну и, наконец, наверное, самое важное требование, самое распространенное, к которому, я надеюсь, мы уже все привыкли, это ношение масок в здании университета. Мы обеспечим студентов масками, исходя из расчетных нормативов обеспечения. Пока не буду раскрывать все детали, но обещаю, что эти маски будут качественными, надежными и интересными по дизайну. Если говорить о студентах из других стран, то в первую очередь карантинные меры коснутся только тех студентов, которые въедут на территорию Российской Федерации из других стран. Есть ряд иностранных студентов, которые сейчас находятся в Москве и в регионах Российской Федерации, их эти ограничительные меры не коснутся. Их образовательный процесс, тех студентов, которые будут обязаны пройти режим самоизоляции, будет организован с помощью нашей ЛМС-системы. Они получат необходимый объем заданий, и смогут смотреть лекции, находясь в своих комнатах. Начну с конца этого вопроса. Эпидемиологическая обстановка в Москве на самом деле достаточно благоприятная в настоящий момент, и мы надеемся, что те меры, которые принимают столичное правительство и столичные службы, позволят продолжать контролировать эту ситуацию на достаточно хорошем уровне. Но если все-таки студенты находятся за границей и не могут въехать на территорию Российской Федерации, то здесь возможны два варианта. Их обучение будет организовано с помощью дистанционных образовательных технологий с использованием ресурсов электронной информационно-образовательной среды университета, либо такие студенты могут воспользоваться правом оформления академического отпуска и по окончанию всех ограничительных мероприятий или по возвращению к учебному процессу прекратить этот академический отпуск досрочно. Нужно отметить, что в настоящий момент ограничений на межрегиональное перемещение по территории Российской Федерации отсутствуют. И с учетом того, что вузы готовятся начать учебный год в очном формате, мы все-таки будем исходить из того, что посещение практических занятий в очном режиме, если ситуация будет складываться благоприятно, останется обязательным. Конечно, мы готовы к любому развитию событий, в том числе к повторению дистанционного сценария. За лето была проведена серьезная закупка техники, компьютерной, мультимедийной техники, для того, чтобы наши аудитории смогли обеспечить онлайн-трансляции лекций. Во-вторых, дорабатывалась электронная информационно-образовательная среда университета. Мы надеемся, что с 1 сентября наша система Moodle будет полностью готова, и использовать старую систему LMS на базе платформы 1С нам уже не придется. Ну и, безусловно, есть определенные наработки в части предоставления студентам возможности выбирать по ряду дисциплин и по ряду образовательных программ массовые открытые онлайн-курсы, и, безусловно, такие группы, такие потоки деканаты факультетов предупредят заранее. Я думаю, что к этому вопросу мы все-таки еще вернемся после 20-х чисел августа, когда, возможно, будут приняты корректирующие указания со стороны вышестоящих органов власти. Пока на данный момент времени сказать о том, что экономическая игра пройдет в привычном традиционном формате, скорее всего, не приходится. Но, безусловно, мероприятие пройдет. Мы обещаем, что в любом случае линейка и торжественные мероприятия 1 сентября пройдут с меньшим размахом и вызовут по-настоящему большой интерес у новоиспеченных студентов нашего университета. Безусловно, мы будем полностью придерживаться тех методических указаний, которые выпустил Роспотребнадзор. Студенты данной группы при условии контактов с тем студентом, у которого выявлены признаки, будут проходить соответствующее тестирование на наличие у них инфекции и, безусловно, будут приниматься все меры, которые будут предписаны санитарными врачами. У нас в университете будут обеспечены все необходимые меры безопасности и эффективность этих мер, безусловно, зависит не только от самого университета, но и от студентов. От того, как они будут соблюдать те указания, те предписания, будут ли все находиться в масках от начала входа в университет до выхода из него, а также по пути следования домой, будут ли они прислушиваться к своим симптомам заболевания, будут ли они внимательны, будут ли они соблюдать дистанцию и многое-многое другое. Поэтому я надеюсь, что только совместными усилиями и соблюдением, по соблюдению всех требований мы сможем избежать таких инцидентов. Продолжение следует...